Приветствую вас. Я не буду зачитывать текст вашего вопроса, вот, ввиду того, что не считаю это для себя возможным. Скажу просто, что ребёнок в возрасте, в котором находится ваша дочь, крайне редко имеют в виду то, что говорит, и совершенно точно не понимают того, что говорит. Потому что вот концепция, в рамках которой он говорит, да, мы понимаем, какая концепция здесь запрагивается. Она, в принципе, неосознаваема сейчас для человека. Маленький человек услышал какую-то фразу и, соответственно, он вкладывает в неё 100% какой-то другой смысл, какое-то другое значение. Он этому передаёт. Вот. И на самом деле, на самом деле, самым лучшим способом здесь будет, во-первых, присмотреться к самым лучшим способом решения данной проблемы. Это будет, во-первых, присмотреться к жизни человека, вот, ни в коем случае ничего не запрещать, не ограничивать, это, в общем-то, вызовет агрессию. Вот. Но присмотреться к жизни человека, вот, присмотреться к тому, как вообще живётся маленькому человеку, вот, как ей вообще ощущается, вот. Чувствовать ли она радость в семье, чувствовать ли она спокойствие в семье, чувствовать ли она безопасность в семье, чувствовать ли она открытость, искренность, да, свободу. Вот. И посмотреть на то, какие отношения между, вот, ребёнком и родителями, да, вот, что это за отношения. Ага, вот. Ну, чаще всего, чаще всего, за этим скрываются, там, вообще какие-то, вот, такие, знаете, немного детские желания, да, вот, вообще не имеющие отношения к тому, что ребёнок говорит. Вот. Там, если повторюсь, ребёнок просто не осознаёт вот ту парадигму, в которой он не представляет себе то, о чём он говорит. Поэтому, а ведь если вы заостряете на этом внимание, то вы не делаете ребёнку хорошо, потому что заостряя на этом внимание, вы придаёте ему значение, ребёнок тоже придаёт ему значение, фиксируется на этом и начинает наделять это своими смыслами, своими значениями. А значений и смыслов у ребёнка очень много, они находятся в динамике и, соответственно, ни к чему хорошему это не приведёт. Вот. Как-то так, я думаю. То есть, такая какая-то история. Вы говорите про отсутствие обиды и злости со стороны ребёнка, и вы говорите о себе, ну, сами о себе. Вы говорите, в третьем лице получается, то есть, как бы, почему-то, как будто бы, знаете, ну, дистанцируетесь от этого, да, то есть, как будто бы это не со мной происходит. Это вот является, ну, большей, большей проблемой, на мой взгляд, нежели чем всё остальное, всё остальное. Вот. Это, ну, такой момент, и если, ну, у вас какие-то, вот, негативные чувства, ну, здесь вот, по данному вопросу, вот, то их природу, на мой взгляд, тоже, ну, и надо смотреть, да. Потому что, ну, возможно, это вот вас как-то беспокоит, да, и беспокоит неслучайно. Вот. Тогда уже, если вас это беспокоит неслучайно, можно говорить о том, что ребёнок в какой-то степени, вот, от вас принял какой-то посыл. Вот. Но при этом, при том, что он принял какой-то посыл, вот форма, которая этому посылу предалась, да, она была взята из вне. И, соответственно, вот, это привело вот к таким, ну, к каким результатам, к каким-то последствиям, вот, и так далее. Вот. А, значит, вы спрашиваете, опять же, что делать, что делать, чтобы что? Давайте-ка, вот, ну, сформируем этот, этот момент. То есть, вот. Что делать, чтобы что? Что делать, для чего? Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, вам можно будет как-то смотреть, как вам можно помочь. То есть, ну, в чём психолог может оказать вам помощь. Если у этого есть какие-то проявления формы, которые вам кажутся чрезмерными, ну, обратиться можно к детскому психологу. Она даст более чётку такую, более превентивную, если хотите, картинку того, что происходит. Вот. Как-то так. Значит, я желаю вам удачи. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, помогу вам начать с собой работу. Обращайтесь. Спасибо. Спасибо.